Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня в 17.00 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник», где мы поговорим об основных фундаментальных событиях, об изменениях, которые произошли с американской валютой, с американским фондовым рынком за последнюю неделю. Это фундамент крупными мазками, скажем так. Для тех, кто ориентируется на долгосрочные сделки, друзья, я думаю, что будет не лишним вам сегодня подключиться к прямому эфиру. Также у вас будет возможность, если есть в этом необходимость, задать мне вопросы в режиме онлайн. Я с большим удовольствием на него отвечу. Но самое главное, я хочу, чтобы у вас даже возможно, по причине просто отсутствия физической возможности присутствовать на ежедневных брифингах, я хочу, чтобы фундамент не был чем-то размытым, непонятным в плане анализа ситуации, которые складываются на финансовых рынках. Поэтому в понедельник я стараюсь каждый понедельник вам рассказать об основных тенденциях, чтобы вы, в принципе, имели представление, как можно действовать на площадках. Ну что ж, давайте поговорим о том, что происходит в моменте. Мы начинаем эту пятидневку по индексу доллара на отметке 90.51. Причем, друзья, если вы помните тот фундамент, который давал я ранее, и те аргументы, которые использовал, чтобы объяснить, почему все-таки доллар является уязвимым финансовым инструментом, за последнее время ничего не поменялось. И более того, я даже не считаю необходимым как-то сейчас объяснять коррекционную динамику, которую мы видели по доллару. Коррекция – это абсолютно нормальное явление на финансовых рынках. Я тоже неоднократно делал ремарку в сторону того, что такое тренд и как он развивается, как происходит передача и перехода инициативы и так далее. Главное, нужно зрить в корень и видеть системные причины, почему американская валюта до сих пор находится на текущих значениях. Есть ли причины для еще большего снижения? Если вы будете вариться, опять же, в котле реальных системных рисков, с которыми сталкивается американская экономика, причина следственных связей, действий властей ФРС, ситуация на долговом рынке, вы поймете, что нету сейчас факторов, из-за которых можно было бы развернуться по доллару и поставить на его долгосрочное восстановление. Ну, это, собственно, последние дни прошлой недели. Это очередной блок статистики. Я думаю, что вы все видели цифры. Они, правда, не такие плохие, как могли бы быть, но все-таки и нехорошие, скажем так. Личные расходы, минус 0,2%, это нормально, потому что мы видим именно сдержанность, которая сейчас характеризует вообще всю американскую розницу. Личные доходы выросли выше, чем планировалось, но все-таки расходы показывают то, что потребители не готовы вносить тот необходимый вклад, который они должны вносить в развитие американской экономики. Это плохо. Потому что нет уверенности в завтрашнем дне, а нет уверенности из-за ситуации с ковидом, которая по-прежнему не отступает. Темпы экономического роста штата в четвертом квартале 4%. Нормальный показатель, но не боль. Это не те цифры, которые могли бы положить в основу того, что американская экономика встала с колен. Индекс мичиганского доверия потребителей снижение 79 пунктов. Я думаю, что дальше будет хуже. Байден, который не смог в качестве своей быстрой победы обеспечить безоговорочное экспрессо прохождение мер экономического стимулирования, по-прежнему бьется за то, что это нужно сделать. И я верю в демократов, потому что Байден очень правильно начал свой президентский срок, когда отметил, что промедление сопринятия мер экономического стимулирования сейчас смерти подобной. И его советники, ближайшие экономисты, его окружение в Министерстве финансов и американский регулятор в принципе с этим абсолютно полностью согласны. Поэтому я рассчитываю на то, что те республиканцы, которые сейчас чинят препятствия, их непонятная позиция против того, чтобы экономике сейчас выделить необходимое количество ликвидности, необходимые средства, их позиция падет и их смогут убедить и Джером Пауэлл, и Джанет Йеллен, и Байден в том, что деньги нужны. Потому что в противном случае, я тоже об этом много раз говорил, американская экономика может потерять еще целый квартал. Я очень рассчитываю на то, что на этой неделе будут какие-то конкретные заявления по тому, когда появятся, когда стоит ожидать экономические стимулы. И очень рассчитываю на то, что фактическое решение будет принято еще до середины этого месяца. Ну и что касается позиции ФРС, я думаю, что она вам всем прекрасно знакома. Я в конце прошлой недели рассказывал детально об итогах прошедшего заседания, о риторике, о комментариях, о в целом выступлении Джерома Пауэлла. И, как и ожидалось, мы получили четкое подтверждение того, что американский регулятор по-прежнему не готов отказываться от той мягком монетарной политики, которую он проводит. Сегодня в 18.00 по московскому времени индекс АСМ производственной активности и разгонной инфляции. Ждем слабые цифры. Ждем, что эта слабая статистика потенциально станет еще одним доводом для сомневающихся республиканцев и конгрессменов в том, что деньги нужны. Ждем усиления, собственно, позиции для продавцов доллара, потому что вот эти ожидаемые пакеты финансовой ликвидности должны прийти на рынок. И ждем возобновления распродаж, закрепления индекса ниже 90 пунктов. Золото 1858. Сам факт того, что золото сейчас восстанавливается, уже должен стать для вас еще одной подсказкой, свидетельствующей о том, что экономические стимулы, о которых много было сказано, это неизбежные для американской экономики. И просто их осталось дождаться. S&P 3722 пункта. Прошлая неделя – это неделя обсуждения того, что же произошло с компанией GameStop. Вы все прекрасно знаете, вот этот безумный рост в 16 раз за очень короткий промежуток времени. Это все следствие действий организованной группировки трейдеров-спекулянтов. Я думаю, что это тоже вам уже известно. Я на самом деле не особо-то удивился этой темой, потому что привык к тому, что такое пампы и дампы. Это очень распространенная тема в индустрии криптовалют. И в целом отношусь как-то, ну, ровно, наверное, как говорит молодежь, к тому, что происходит с отдельными бумагами. Я могу дать рекомендацию, друзья, то, что не стоит залазить в те активы, которые слишком сильно перекуплены. Это можно легко заметить в динамике изменения капитализации той или иной компании за короткий промежуток времени. Вот если вы видите, что какая-то компания неоправданно, фундаментально, и рост, например, невозможно объяснить, показывает какие-то невероятные результаты по восходящей динамике. Ни в коем случае, конечно же, с этими бумагами не связывайтесь. И вообще сейчас я рекомендую работать с широким рынком американской фонды, это с индексами. Поэтому S&P остается в длинных позициях. Правда, конкретные точки входа, перезахода будут даны позже. Я уверен, что мы их найдем. А возвращаясь именно к действиям спекулянтов, вот наверняка вы заметили рост Ripple в последние дни. В частности, кто-то связывает этот рост с решением компании Ripple, с их позицией против американской комиссии. Якобы обоснуете, почему вы нам меняете подобные претензии того, что Ripple – это ценная бумага. Но таких претензий нет в отношении эфириума и биткоина. Но мне кажется, что если вспоминать, опять же, историю с GameStop, вполне возможно, что вот это трейдерское сообщество Reddit могло перейти на отдельный актив криптной индустрии. И, на мой взгляд, если говорить о том, какой актив и что на финансовом рынке может потенциально в будущем воспользоваться поддержкой вот этой армии трейдеров, я рекомендую посмотреть на серебро. Быть может, через какое-то время мы также и в отношении этого инструмента увидим мощную восходящую динамику. Ну и по остальным активам, друзья, все без изменений. Евро против доллара 1.21.27. Ждем, соответственно, выше. Фунт против доллара сейчас котируется на уровне 1.37.33, но я по-прежнему пока вне рынка. Доллар канадец. Вот, кстати, в отношении этого дуэта финансовых активов на прошлой неделе локальный максимум был 1.28.73. Мы не добили до цели 1.30. Друзья, если в рамках текущих пяти дней будет все-таки развиваться коррекция, я думаю, что из пары можно будет выйти. Потому что геополитика, на которую я оставил после решения Байдена развалить проект Keystone, она пока не оправдала себя, и трейдеры не готовы продавать канадца. На этом, собственно, все. Хорошей торговой недели. Всем пока.